Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Евгений Гришковец в одном из своих спектаклей рассказывал, как однажды в океане он, будучи матросом, увидел снегопад. Был еще вечер, и с неба падал снег крупный, но казалось, что сами снежинки искрятся, что они излучают свет. А потом эти снежинки достигали воды и исчезали. И он понял, что испытывает какое-то чувство волнения и тревоги. И потом он понял, что ему жаль. Жаль этих снежинок, которые вот так не превращаются ни в сугробы, ни в лужи, ни в грязь. Просто исчезают. И только те снежинки, которые ложились на их головы, и на их плечи, и на палубу их корабля, какое-то время еще жили. А потом тоже таяли. Когда я только-только пришел на подворье, наша замечательная работник, Лидия Ивановна, рассказала мне о двух судьбах, о двух братьев. Прежде чем их судьбы не растаяли, вспомним их, они были прихожанами нашего храма. Они были иподиаконами тут. Я потом интересовался ими. Ходил к тому дому, где они жили. Ничего не осталось от дома. Как будто их и вообще-то не было. И жили они так. Отца своего не помнили. Его в 21-м году расстреляли. Мать тоже долгое время не видели. Она жила в Финляндии. Воспитывала их бабушка. И я о них помню. И вошли они в мою жизнь 26 лет назад. Даже такого срока Господь им не отпустил жизни. За происхождение им все пути, конечно, были закрыты. Еще кое-как с трудом дали им окончить среднюю школу, а потом уже пути были закрыты. Один был музыкантом, талантливый музыкант. Писал оперу. Так и не дописал. Второй был художником. Но тоже не было денег ни на краски, ни на холсты. Бабушкой они жили. Не застали они ни гражданскую войну. Не застали ни тех процессов 22-го года, которые были в церкви, когда сдирали и выносили иконы. Когда грабили церковные сосуды. Они этого не видели. Но все равно для этой власти они были врагами. Все пути были закрыты. Оставался у них только один храм. В этом храме. Их никто не попрекал происхождением. В этом храме над ними не издевались. В этом храме они не были изгоями. Их даже назначили подиаконами. Они были служителями алтаря. Самого детского возраста. Они прислуживали. Это была их радость. Это была их отрада. И большего было не надо. Но потом ведь, в 1934 году, и храм наш закрыли. И совсем ничего не осталось. Только те беседы. Только те встречи с едва чудом уцелевшими монахами, насильниками Киево-Печерской лаври, которые тут перебивались с хлеба на воду. Вот только с ними встреча. И была последняя отрада их жизни. Именно за эти встречи их и арестуют. И состряпывают дело о том, что вот эти монахи, и то, что эти два юноши, одному 17, другому 16, к моменту ареста, замышляли покушение на Сталина. Хотели его убить. И такими они были грозными. Такими они были страшными для советской власти, что другого приговора, кроме расстрела, для них не нашлось. Их расстреляют. Причем даже не в один день. Одного расстреляют спустя 7 дней после расстрела первого. И тут уж Федор Михайлович Достоевский нужен, чтобы описать, что такое 7 дней еще лишних прожить, в ожидании, что вот сейчас, каждый день, придут за тобой и убьют. И я думаю, если правда, что души умерших иногда приходят, иногда возвращаются в те места, которые им нравились, те места, которые были им близки, я думаю, у этих двух юношей, у Виктора и Анатолия Клинги, в этом городе, в этом храме такого места нет. От дома ничего не осталось. Пройдя они по набережной, тоже бы не узнали. И храм бы наш узнали, их родной храм, их последнее утешение узнали бы только снаружи. Все внутри стало по-другому. И люди, которые стоят, мы с вами стоим, тоже для них были бы чужими. И я думаю, за что? За что тогда они были принесены в жертву этому молоху? Ради счастливого будущего, как говорили тогда. Но ведь счастливое будущее – это вы, это я. Я стал ли лучше от того, что эти две жизни были растоптаны, были уничтожены? Стал ли я добрее? Стал ли я счастливее? Стал ли я более порядочным? Разве бы в моей жизни что-то было плохо, если бы я услышал вот ту недописанную оперу? Или увидел еще одну картину, которую ему не дали нарисовать? Разве бы это было хуже? Мне напишут, мне скажут, ничего не сделают. Тогда зачем? В сегодняшний день, день новомучеников, исповедников российских, я хочу в очередной раз, я каждый день спрошусь, зачем? Вот эти горы трупов, океан крови, во имя чего? За что так поступили с нашей страной? За что так поступили с нашим народом? Что лучших лишали всего? И никого в этой жизни, кроме Христа, у них не оставалось. И зачем? И кто такие мы, пришедшие на смену им, пришедшие вместо них? Кто мы? Я закончить хочу словами того же самого Гришковца. Он говорил, что вот я смотрел на этот снег, на тот снег, который шел с неба и исчезал в воде. Я смотрел на те снежинки, которые были на наших бескозырках и на нашей палубе, и мне показалось, говорит он, что вот все это, и наш корабль, и мы на этом корабле, нужны были в этот момент только для того, чтобы вот эти снежинки сразу не исчезли, чтобы они еще какое-то время пожили, чтобы какое-то время их еще могли увидеть и поразиться их красоте. Аминь.